Крещение, праздники, вы ныряли когда-то в прорубь? Да, был такой опыт. И какие ваши впечатления? Какие впечатления? Самые положительные. А в этом году будете нырять? В этом году точно нет, потому что я считаю, как человек, занимающийся спортом, близко к медицине, что не каждому. Не каждому это дано и не каждому это следует делать. Надо смотреть в самочувствие, надо смотреть в состояние. Замечательная традиция. Это также какой-то символ закаливания, какой-то элемент из того, что происходит с нашим организмом. Хоть он и стресс, но стресс такой полезный. Но если здоровье, еще раз говорю, если здоровье не совсем в порядке, то я бы не советовал. Традиции нужны. Традиции надо чтить. Ну, я думаю, не прям все должны, конечно, нырять, ходить или на Пасху яйца ходить, крестить. Но это традиция. В принципе, они должны быть. Положительно. Я думаю, что стоит закалять здоровье. Это хорошо, полезно. Почему нет? Еще один праздник у русских. Я в проруби не купаюсь. А хотели бы вообще искупаться? Я боюсь. Замерзнуть. А вообще кто-то в семье, может быть, ходит, купается, нет? Нет, мы все мечтаем об этом. А вообще, как считаете, люди правильно, что ходят? В общем, да. Я считаю, что правильно. Была бы я посвободнее, может быть, я бы решилась бы на это. Нет, не ныряю. А хотели бы нырять? У меня дедушка ныряет, и он предлагал мне в прошлом году, в этом году. Но мне по времени не получается. А так в этом году он собирается. Ныряние в прорубь. Вы ныряли или когда-то? Нет. А хотели бы? Нет. А почему не хотели бы? Ну, закаляться сначала перед этим надо. Нормально. Было бы закаленным, может быть, тоже прыгал. Дядь постоянно ныряет, вот подсобираются поехать. В этом году? Да. То есть каждый год прям хочется нырять? Ну, да, да, да. А к традиции вообще как относитесь? Ну, я думаю, они молодые, наверное, к традиции никак. Ну, я как? Ну, как? Ну, в прорубь не ныряю. В прорубь не ныряю, да. А вообще считаете, надо ли? Вы знаете, организм всех разный. При охлаждении, я считаю, что не всем надо.